МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Взрыв газа в частном секторе. Сколько человек в тяжелом состоянии. Хотя бы тряпками засунуть, чтобы пустить хотя бы отопление, чтобы не разморозить отопление. Каковы причины взрыва и что нужно знать о безопасности? В Казахстане пенсионные накопления вкладчиков могут передать в управление иностранным компаниям. Об этом в кулуарах Сената заявила заместитель председателя Нацбанка. Новшество, по мнению экспертов, поможет повысить доходность пенсионных накоплений. Какие требования перед зарубежными инвесткомпаниями установит финрегулятор? И какие новые возможности появятся у казахстанцев, расскажет моя коллега Динара Нургалеева. Вот уже два года, как казахстанцам разрешили использовать свои пенсионные излишки для улучшения жилищных условий, либо погашения счетов за лечением. Также граждане могут передать часть своих накоплений в управление частным компаниям. Теперь Нацбанк, в чем введение находится все пенсионные активы, планирует расширить инвестиционные возможности для всех вкладчиков. С целью увеличения долгосрочной доходности по пенсионным активам всем вкладчикам, вне зависимости от достижения или недостижения порога, использовать до 50% от своих пенсионных накоплений для передачи частным управляющим компаниям. То есть это просто дополнительная инвестиционная возможность для вкладчиков диверсифицироваться по стилям управления и передать часть активов от Национального банка к частным управляющим компаниям. Еще одной новеллой может стать привлечение иностранных компаний к управлению пенсионными активами казахстанцев. На сегодня ЕМПФ подписал договоры с пятью отечественными организациями. Им передали уже почти 9 миллиардов тенге. И этот список, как полагают финрегулятори, может пополниться западными инвесткомпаниями. Существуют достаточно известные иностранные управляющие, которые управляют значительным объемом пенсионных активов, в том числе, которые управляют активами и Национального фонда тоже, и которые на сегодняшний день зарекомендовали себя как эффективные управляющие. Поэтому мы предполагаем расширить возможности иностранных управляющих по управлению пенсионными активами на территории Республики Казахстан. Пенсионные инвестиции рассчитаны на долгосрочный период. Отечественные эксперты считают, что приход на рынок иностранных управляющих может придать дополнительный импульс в развитии казахстанской пенсионной системы. Если придут иностранные управляющие, им этот лимит не будут ставить, чтобы они часть инвестировали в Казахстане, я с удовольствием часть буду направлять к ним, потому что они будут увеличивать диверсификацию. Никто никогда не может знать, какая там доходность будет, то есть как себя поведут рынки. Единственное, что мы можем как инвесторы или как вкладчики делать, это максимально диверсифицировать наши пенсионные деньги. Финрегуляторы отмечают, что управляющие компании должны обладать лицензией на управление инвестиционным портфелем, соблюдать дополнительные требования по капиталу и обладать безупречной репутацией. К тому же их крупный акционер должен быть резидентом страны. При этом снижать уже имеющиеся планку к зарубежным коллегам в нашей стране не планируют. Динара Нургалиева, Нуркенток Мурдин, Информбюро, Астана. Мы продолжаем рассказывать о том, как продвигаются поиски казахстанцев, пропавших в Турции во время землетрясения. О том, что в эпицентре оказался казахстанский IT-предприниматель Мирбулат Курмашев, накануне сообщил его брат Алмат. Он с друзьями отправился на поиски. Сейчас они уже в турецком Газиан-Тепе. Алмат говорит, что им удалось выйти на след брата, но пока они по пути в город Хатай. Напомним, что турецкая сторона заявила о четырех пропавших без вести казахстанцах. Трое в провинции Хатай, один в городе Адана. Однако официальной информации, сколько граждан Казахстана пропали или погибли, нет, сообщил посол Турции. Сейчас Алмат со своими друзьями получает очень много неподтвержденной информации и говорит, что они нашли место, где предположительно жил его брат Мирбулат Курмашев. И недавно стало известно, что Сабина Мамдиярова, которая была их в группе, найдена живой. Ее извлекли из-под завалов буквально полчаса назад. У нее перелом руки и сейчас ее доставили в больницу. Мы будем надеяться, что как можно больше людей найдутся живыми, в том числе и брат Алмата. Мы нашли жилой комплекс, где они остановились. Нашли машину, на которой они туда приехали. И как известно, то, что эти дома, к сожалению, рухнули. Но спасатели уже там. Они уже осматривают развалины, ищут их. Поэтому пока что финальных новостей еще нет. Вот мы сейчас туда выехали. Надеемся, через пару часов мы туда доберемся. Сами осмотрим, посмотрим. Если там никого не найдем, будем смотреть по окрестностям. Больницы, палатки, полицейские участки. Неважно. Будем, в общем, искать и держать воскресенье. Касымжимур Токаев поручил выделить 1 миллион долларов для помощи пострадавшим от землетрясения. В районы бедствия вылетели уже две группы казахстанских спасателей. Таким образом, в операции задействованы 100 наших специалистов. Это спасатели, медики, кинологи. С собой они привезли инструменты и спецоборудование и более сотни наименований лекарств. А наши волонтеры уже собрали в помощь пострадавшим. Более 90 тысяч долларов. И пожертвования продолжают поступать. Тем временем число погибших в Турции и Сирии превысило 11 тысяч человек. И шансы найти выживших под обломками с каждым часом тают, говорят спасатели. Тему продолжат мои коллеги. В Турции извлекли из-под обломков более 8,5 тысяч погибших. В соседней Сирии больше 2,5 тысяч. Эксперты уверены, что реальные цифры куда больше. Турецкий сейсмолог Афгун Ахмед Эрджан считает, что в бетонных ловушках в Турции и Сирии могут по-прежнему оставаться до 180 тысяч человек. Их шансы выжить тают с каждым часом. Погода играет не в пользу спасателей. По ночам температура опускается ниже нуля. В Сирии не хватает техники и людей. Особенно в районах под контролем повстанцев. Это север страны. Он пострадал сильнее всего. Многотонные обломки бетона расчищают вручную. Больше 40 часов мы пытаемся спасти из-под обломков семью. Это моя сестра, ее муж и дети. Никакой техники нет. Гражданская оборона помогает нам, но тоже голыми руками. Помощь в соседнюю Турцию уже отправили больше 30 стран. Поддержка для Сирии скромнее. Виноваты санкции. МИД страны просит снять ограничения хотя бы временно. При этом гуманитарные последствия землетрясения для жителей могут оказаться куда ощутимей. Сирия и без того опустошена военным конфликтом. В пострадавших районах уже сообщают о мародерстве. «Повреждена инфраструктура здравоохранения, дороги во всех пострадавших регионах. Мы не отрицаем колоссальный ущерб, нанесенный Турцией, но опасаемся, что последствия для Сирии будут куда тяжелее». Некоторых жителей Сирии беда нашла и за границей. В пострадавших районах Турции сейчас находятся более полутора миллионов сирийских беженцев. Накануне весь мир шокировали кадры спасения сирийского малыша из-под обломков дома в Турции. Когда-то родители вывезли ребенка в Турцию, чтобы спасти от войны. А в Турции продолжают работу наши спасатели. Им помогают несколько служебных собак. Например, малинуа по кличке Джейкоб. Пес из Казахстана спасает людей уже шесть лет. Елена Меньшова, Информбюро. В Алматы до начала лета планируют установить более трех тысяч камер видеонаблюдения «Сергек». Тем самым руководство города намерено снизить количество правонарушений и ДТП. «Сергеки» эффективно уверяют в полиции. С момента их появления, то есть с 2019 года, количество аварий снизилось на 28%, а ДТП со смертельным исходом на 40%, со 160 до 90 фактов. В Алматы сейчас функционируют 5 тысяч камер. За прошлый год они зафиксировали почти 1 миллион 200 тысяч правонарушений. И сумма штрафов превысила 8 миллиардов 300 миллионов тенге. Как отметили в управлении цифровизацией, все комплексы «Сергек» оснащены специальными обзорными камерами, тем самым позволяя контролировать и общественную безопасность. С помощью этих данных возможно определение зон притяжения в городе, также прогноз будущих маршрутов. И значит, мы можем построить будущую транспортную модель в городе. 5 тысяч подписей уже собрали каргандинцы под обращением к президенту против строительства золотоотвала для ТЭЦ. В прошлом году один из поселков в черте города добился, чтобы хранилища золы отодвинули от их домов. Но теперь эту чашу строят у других микрорайонов. Вокруг частный сектор. Все топятся углем. Выбросы огромные. И здесь по всему Пришахтинску, до нас долетает с Тимиртаус МОК, с завода. О чем говорить, если вы золотоотвал в 200 метрах от людей, от детей, от школ? Беспредела здесь не будет. Мы не отдадим свою землю. Мы будем сражаться до конца. Существует огромное количество в развитых странах технологий по переработке золы. Мы можем пользоваться этими технологиями. Мы должны смотреть в будущее. Сзади ТЭЦ огромные степи. И от ТЭЦ это недалеко. И надо это было куда-то подальше от жилых домов. Я, допустим, отцом четырех детей являюсь. И меня беспокоит здоровье моих детей. Карагандинская ТЭЦ-3 работает на угле. Ежегодно образуется полтора миллиона тонн золошлаковых отходов. Их вместе с водой сливают на золоотвалы. По словам руководства ТЭЦ, старый заполнится до конца этого года. Если срочно не построить новый, станцию придется остановить. То есть вся Караганда останется без света и тепла. Обещают, что на новом золохранилище будут использоваться современные технологии. Но все прошлое лето старый золоотвал сильно пылил. В прошлом году жители поселка Курьяновский, в сторону которого чаще всего дул ветер, задыхались от золы и в итоге добились, что ТЭЦ приостановило строительство одной из чаш золоотвала. Теперь жители еще нескольких микрорайонов города подписывают петицию на ТЭЦ. Объяснили, что пыль была из-за рекультивации. Все это приходит в форме пульпа на золоотвал. Зола оседает, вода остается наверху. И именно эта пленка воды, не пленка, а даже слой воды, исключает пыление золоотвала в принципе. То есть во время эксплуатации золоотвала пыление исключено. Трубопроводы пылеподавления у нас делаются на случай, когда золоотвал будет уже подходить к полному заполнению. Это страховка. Вы смотрите Информбюру. Мы продолжаем выпуск. В тяжелом состоянии находится 94-летняя женщина и ее 71-летний сын, пострадавшая от взрыва газового баллона в Октябрьской области. Оба в реанимации. Предварительная причина – перепад температурного режима, ведь баллон занесли с улицы в тепло. Эльмира Ержанова с подробностями. Пострадавшая от взрыва газового баллона в селе Петропавловка в Октябрьской области 94-летняя бабушка получила почти 100% ожогов тела. Ее 71-летний сын – около 60. Врачи говорят, что женщина без сознания, а у мужчины ожоговый шок. Никаких прогнозов они не дают. Взрыв в доме произошел накануне в первом часу дня. Первыми к пострадавшим прибежали соседи. Они услышали сильный хлопок. Взрывная волна была настолько мощной, что сдвинула крышу пристройки. В доме выбиты все окна. Сейчас в нем находятся родные и близкие, а также соседи пострадавших. Они помогают восстановить дом. Мужчина незадолго до ЧП был в октябре. Заправил газом баллон, который позже занес в дом. Это и спровоцировало взрыв, уверены спасатели. Но брат пострадавшего считает, трагедия произошла еще и потому, что в момент разрыва баллона рядом была газовая плита с включенными конфорками. Занес баллончик газовый, на рыбалку собрался, отогреть его, чтобы он горел хорошо. Не знал, что он может от тепла, от температуры взорваться. Он взорвался, он там не взорвался, он лопнул, а газ горел рядом. После газа он взорвался и газ вынесло. Он вынесло все окна. Он сам тушил, он еще в шоке был. Хотя у него там и нога, кости что-то прорублены были. По данным МЧС, только с начала года в стране было 5 случаев вспышек газовоздушной смеси. Пострадали 5 человек, двое погибли. Спасатели предупреждают о том, чего категорически нельзя делать с газовыми баллонами. С начала года у нас зарегистрировано по области два случая. Первый у нас был в Виргизском районе, село Нура. И вот второй у нас Каргалинский район. Нельзя заносить газовые баллоны в квартиры, в жилые дома. Это противоречит нашим правилам пожарной безопасности. Ежегодно в стране регистрируются около 30 аналогичных случаев. Несмотря на профилактику, меньше их не остановится. Поэтому остается только верить, что люди не будут забывать об элементарных правилах безопасности. Эльмира Ержанова, Азамат Кубигенов, Инфорумбюро, Актубе. А в Шымкенте жители выступили против сноса домов. 107 жилых объектов в мегаполисе внесли в программу реновации жилищного фонда. На месте старых планируют возвести новые ЖК. Но люди не хотят менять свои квартиры даже за компенсацию. Почему, расскажет Анастасия Новикова. Нашему дому почти 80 лет. Он выглядит даже намного лучше, чем вот эти ваши новые дома в садике. Многие шымкентцы выступают против сноса жилья. В мегаполисе запустили программу реновации жилищного фонда. В нее внесли 107 ветхих жилых домов. Полный список опубликовали в социальных сетях. Многие горожане увидели в нем номер своего дома и очень удивились. Говорят, их дома находятся возле парков, где есть вся необходимая инфраструктура. И переезжать они не хотят. Жильцы уверены, их дома были построены качественно и простоят еще не один десяток лет. Елена Безверха рассказывает, что после неудачного ремонта труб во дворе дом просел. Ремонт сделали сами. Вложили немало средств. Перекрывали крышу, меняли внутридомовые трубы. И отдавать его под снос не хотят. Переселяться в эти многоэтажки, я не знаю, там вообще люди жалуются. Все дует, холодно, некачественно. У нас дома теплые, 50 сантиметров стены. Ну вот какие-то жирненькие дяденьки хотят этот район. Только очкарату не сносят. Дома там саманные. Привокзалка саманные. Вот зацепились за эти дома. В СПК Шемкента рассказали, что никого принудительно выселять не будут. По словам специалистов, некоторые дома откровенно ветхие и могут разрушиться в любой момент. У тех, кто согласится, будет выбор продать свою квартиру или обменять ее на такую же в новом ЖК, который возведут на этом месте. А на время строительства им предоставят арендное жилье. Помочь обещают и в Акимате. Если будут не согласны, то сейчас, соответственно, действующим законодательством собственными зданиями являются кондоминиумы. То есть те жильцы, кто живет в этом доме. И, соответственно, если с домом что-то произойдет, то это будет проблема этих жильцов. То есть мы хотим их в этом убедить. Объяснить, что именно программа реновации позволит им, во-первых, улучшить свои жилищные условия, во-вторых, увеличивать стоимость своих активов. Тем не менее, люди боятся, что их квартиры могут оценить по самым низким ценам, а подрядчики могут оказаться недобросовестными. Анастасия Новиковаев, Залпер Абеков, Информбирошинкент. А тем временем некоторые казахстанцы считают, что застройщики их обманывают. В рекламных буклетах людям предлагают одно, а по факту получают совершенно другое. В Алматы жильцы одного из ЖК уже полгода судятся с крупным застройщиком. При заключении сделки они рассчитывали на жилой комплекс с кинотеатром, совмещенным с игровой зоной, детской комнатой и спортзалом. Однако в итоге получили дом эконом-класса. Жамал Кабдулина выслушала возмущение алматинцев. В рекламе все было красиво. Квартиру в 57 квадратов за 36,5 миллионов тенге в ЖК бизнес-класса Мейрам Тохтаров представлял себе с бассейном, спортзалом и даже игровой зоной для детей. Однако, когда его пригласили посмотреть готовый объект, его ожидания, мягко говоря, не оправдали. Вообще не соответствует бизнес-классу. Также и фасад, двор, весь серый, подъезды, потолки небольшие, 2 метра 40 сантиметров где-то, несоответствие. 18 комнат вообще в подвале оказались, all in one. Аллеи вообще отсутствуют. Также жильцов стало больше, говорили, что 306 квартир, стало 360. Мейрам уже потратил на ремонт 3,5 миллиона тенге. Он нанял юристов, чтобы оспорить недоделки от застройщика. Мы обратились в Бастандыкский районный суд по месту нахождения нашего объекта. С исковым требованием о возмещении материальных затрат по устранению дефектов, обнаруженных. Это предусмотрено гражданским кодексом ст. 428. В качестве ответчиков мы привлекли именно генерального застройщика, это ТО «РАМС Казахстан», а также продавца ТО «Алан Риэлти» и продавца ИП «Ортау». Мы также отправили запрос в компанию застройщика. Нам ответили. Пока иск на стадии предварительного рассмотрения. Позиция компании будет озвучена в ходе судебного заседания. Также мы готовы к урегулированию конфликта путем заключения мирового соглашения. По поводу несоответствия рекламного рендера хотелось бы прокомментировать. Рендер делается для понимания концептуальных архитектурных решений. Но основным документом, регулирующим взаимоотношения между застройщиком и клиентом, является договор. Важно при выборе объекта недвижимости обращать внимание. У нас уже давно нет этого понятия «элитная недвижимость», «бизнес-класса», «комфорт-класса», «плюс» или «не плюс» и так далее. То есть есть совершенно иные на законодательном уровне принятые категории. Но и это совершенно другие. Первая категория класса строительства жилья, вторая категория, третья категория класса комфортности имеется в виду. И они все описаны в законодательстве тоже. В архитектурно-строительных нормах и так далее. Сейчас юристы активно пытаются добиться исполнения имущественных требований к застройщику, потенциальным же покупателям еще не построенных воздушных замков. Эксперты советуют проверять уже построенные дома застройщика, качество строительства и тщательно читать все обещания не в рекламном буклете, а в договоре. Жамал Габдулина, Рината Булхаиров, Инфорум-бюро, Алмата. Жители двух арендных пятиэтажек в Тимиртау возмущены качеством строительства. 180 квартир предоставили очередникам по договору аренды. Предназначено жилье для инвалидов, выпускников детских домов. Но почти половина жильцов так и не заехала в новое жилье из-за больших недоделок. Людмила Батюшкина выясняла подробности. Жанна Кенеспаева два месяца назад получила квартиру от Акимата как мать-одиночка с инвалидностью. Но въехать сюда с трехлетним ребенком не может из-за трещин и недоделок. И таких, как она, в этом доме 60%. В соседнем – 30%. Первый дом заселили в декабре, второй – в октябре. Самые окон, у нас резинки почему-то все туда. Мы вызывали независимых специалистов. То есть, если нам это все применять, то выходит очень большую сумму. 200 тысяч нам насчитали. У нас все замки вообще не сходятся. Стал скручиваться весь линолик. Абсолютно весь. Вот с каждым днем приходишь, с каждым днем все больше и больше. Люди жалуются, что в квартирах холодно. Окна покрываются наледью. Все наличники едва держатся. Не работают розетки, текут батареи. Линолем сдувается волнами. Крыша осенью уже текла. В подъезде в щитовых всюду, кроме первого этажа, срезан медный провод. И вместо него установлен тонкий алюминиевый на скрутках. Жители с октября обивают пороги. Они, наверное, с завязанными глазами зашли сюда, подписали, не видя что, и ушли. А как можно было вот это? Вот такая щель по всей стене идет. Ну как можно вот это было принимать? Холодно в квартире? Так у вас же балкон не застеклен. Вот это отговорка. Это позор. Вот позор всем строителям и приемной комиссии, еще раз скажу. В Акимате тоже считают, что не повезло с подрядчиком. Строила дом компания из Балхаша. Определяли победителя через госзакупки. Мы еще его сдали в юге месяце. Почти до ноября месяц этот дом стоял пустой. Поэтому, когда не заселяется, когда пустой дом, когда она тоже выходит в свои дефекты. Во-вторых, мы все делаем по проекту. И мы ничего не будем, как говорится, от строя обязательств не отказываемся. Мы гарантирую обязательств будем выполнять. Отопление в домах действительно слабое. Окраина города. Помимо комуслуг, жильцы оплачивают аренду и выкупать квартиры не имеют права. Управляющую компанию выбрал отдел ЖКХ. При этом расходы на содержание дома здесь выше, чем по всему Тимиртау. Если везде платят 40-45 тенге, за квадратный метр площади в этих домах начисляют по 55. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Лучших спортсменов смешанных единоборств по итогам 2022 года наградили в Алма-Аты. Казахстанская лига ММА «Найза» провела ежегодную награду «Найза Эвордс-2022». Так, лучшим тренером года стал главный тренер «Дартим» Азиз Разыев. Награду ему вручил генеральный директор 31 канала Курманбек Жумагали. Статуэтки победителей в этот день получили спортсмены в 10 основных и нескольких дополнительных номинациях, в одну из которых вошли представители СМИ, оказывающие информационную поддержку. Казахстанская лига ММА «Найза» вручила благодарственное письмо 31 каналу. Также первопроходцам индустрии, а именно спортсменам, которые оказали большое влияние на развитие смешанных единоборств, в истории Казахстана вручили почетные грамоты основатель группы компании «Дар» Алидар Утимуратов. Специалисты отмечают высокий профессионализм казахстанских спортсменов. Мы только начали эти шаги на профессиональном уровне, но для начала у нас очень хорошие результаты. Не сомневайтесь, что через пять лет в UFC как минимум в каждом весе будет один топовый боец. Это золотой слиток, который вы можете купить в банке «Центр кредит». Именно этот драгоценный металл позволяет сохранить ваши сбережения от инфляции. Узнайте подробнее о слитках в отделениях банка. Также инвестируйте в золото онлайн в приложении bcc.kz. Выбирайте золото и дарите его близким. Продолжение следует...